Больше 800 казахстанских госслужащих совершили правонарушение с начала этого года, передает Бюро национальной статистики. Наблюдается незначительное снижение общих показателей. Однако, если рассмотреть данные в разрезе регионов, то, к примеру, в Шымкенте в 2023 году правонарушителей стало больше в два раза. Роз зафиксировали также в Алматы – 82 человека и в столице. Здесь осудили 55 госслужащих, чаще всего за взятку, мошенничество, присвоение или растрату уверенного имущества. В числе распространенных преступлений также пытки, злоупотребление должностными полномочиями, нарушение ПДД и дача взятки. Отечественный авиаперевозчик планирует увеличить количество полетов в Китай из Алматы в Пекин с 6 до 7 рейса в неделю. Из Астаны – с 1 до 3 рейсов. Из Алматы в Урумчи – с 2 до 7 рейса в неделю. Также в следующем году авиакомпании запустят новые маршруты в китайские города Шанхай, Гаджоу и Ченду. Если сейчас между Казахстаном и КНР выполняется 27 рейсов в неделю, 11 – казахстанскими и 16 – китайскими авиакомпаниями, то в ближайшее время перевозчики будут осуществлять 84 рейса в неделю. Об этом сообщили в Комитете гражданской авиации. В Москве строят мост через Москву-реку в створе берегового проезда, который соединит районы Филевский парк и Хорошаумнёвники. Переправа будет длиной 315 метров, шестью полосами движения в обоих направлениях. Сейчас на объекте работает более 150 человек. Строительство планируют завершить до конца 2025 года. Новый мост улучшит транспортное обслуживание четырех районов, где проживает около 500 тысяч человек. С 2011 года в Москве построили 31 автомобильный мост. В настоящее время возводят и проектируют еще 7 мостов общей протяженностью около полтора километра. Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус страны кандидата в Евросоюз, но есть нюанс. Страна должна выполнить 9 условий, включая следование внешней политики Евросоюза. Страна должна выполнить ряд рекомендаций, так называемых оговорок, которые свопутствуют решению ЕК. Касаются эти рекомендации прежде всего реформирование судебной власти, преобразование в системе исполнительной власти, снижение общеполитической полярелизации, имеется в виду взаимоотношения власти и оппозиции, развитие демократии и свободы слова в Грузии. Одним из первых решений, принятые в Брюсселе, прокомментировал премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили. Он отметил, что оно является результатом планомерной и целенаправленной работы исполнительной власти страны на протяжении последнего периода. Грузинские чиновники проводили не один раунд переговоров со своими коллегами в Европе, когда обсуждались вопросы, связанные со статусом кандидата. Окончательное решение будет принято уже в декабре, когда на саммите соберутся руководители стран-членов Евросоюза. В случае единогласного решения Грузия получит статус кандидата в ЕС. Грузинская оппозиция выражает недовольство решением и считает, что она поможет правящей партии грузинская мечта в укреплении своих позиций и победе на предстоящих в 2024 году парламентских выборах. Сушилка для фруктов и овощей удостоилась наградой в 1 миллион фунтов стерлингов. Это 1 миллион 200 тысяч долларов. Премию учредили принц Уильям и британские телеведущие Дэвид Оттенбера. Сушилку на солнечной энергии создала индийская компания S4S Technologies. Поводом стало парадоксальный факт. В Индии миллионы людей голодают, но продуктов производится с избытком. И все дело в том, что тонны овощей и фруктов пропадают. Мелким фермерам негде хранить урожай, поэтому они продают продукцию по самым низким ценам. Не смогут продать, значит, все сгниет. Компания скупает у фермеров овощи и фрукты и сушит их с помощью своего аппарата. То, что получается, можно хранить до 12 месяцев. Сушилка позволяет завершить процесс за 6-8 часов. При этом сохраняется от 80 до 95 процентов полезных веществ. А микробы и грибки почти не успевают размножаться. Готовую продукцию поставляют крупным международным компаниям. Помимо этого, сельские жители получают стабильный доход. Компания сотрудничает с тремя тысячами фермеров и охватила 270 деревень. Премия поможет ей расширить бизнес. Помимо разработки индийской компании, награды получили еще четыре проекта. В Индии по традиции сушат овощи и фрукты на солнце. На это уходит от 6 до 10 дней. За это время появляется множество микробов и грибков. Сушилка на солнечных батареях эффективнее. С4С Технологис наладила цепочку поставок, а также использует очень простой метод обработки, что гарантирует высокое качество продукции. Это помогает получить хорошую прибыль. И самое приятное, что ею делятся с мелкими предпринимателями. Субтитры создавал DimaTorzok